всем привет сегодня как и говорил буду делать небольшой детский шкаф из соснового мебельного щита приятного просмотра и так высота шкафа у нас получается приблизительно метр восемьдесят и хоть конструктивно шкаф очень простой я все равно скидываю векторный файл в корал дрова у себя на компьютер и сверяю все размеры по нему и так вот так должен выглядеть наш итоговый вариант шкафа и чтобы не забудьте я сразу разделяю его на фасады на ножки и на сам каркас и сразу же с этого каркаса мы можем взять размеры толщина щита 18 миллиметров высота боковых стоек метр шестьдесят пять в глубину шкаф 50 сантиметров я думаю можно приступать нарезанию я очень надеялся что у них будет одинаково ширина в 50 сантиметров во первых она не точно она чуть больше но плюс они еще все разные придется со всех сторон урезать так распилить на циркулярки такой длинный лист не очень-то и возможно достал старую дешевую дисковую пилу попробую так три года назад эта пила стоила около полутора тысяч рублей так что не знаю на что я надеялся в любом случае мне пришлось после выравнивать все фрезером с 50 миллиметровой фрезой а и закручивать буду вот на такие мебельные болты длина 70 миллиметров и диаметром 5 миллиметров засверливаясь и сразу вкручиваю можно было их немного утопить мне кажется они и так будет отлично смотреться интересно посмотреть насколько он крепкий с ними спокойно ну измена то что вверх качается сидит все достаточно плотно так что задней стенкой с двп будет все практически монолитно продолжаем и так я пока переключусь на фасады нужно на чпу сделать 3d фасадик вот так он будет выглядеть изначально векторный 2d рисунок я сделал в программе coral draw а потом перенес его в программу арткам и уже в ней придал рисунку объем ближайшее время я сделаю ролик в котором покажу как создал этот макет для чпу так что обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить этот ролик вот так Итак, первый фасадик готов, но все-таки я поставил слишком большой шаг фрезы, и из-за этого на подъемах остаются небольшие рисочки, и их я буду убирать вот такой насадкой от Детера. Но делать это нужно очень осторожно, потому как все грани стираются очень легко, так что осторожно, начинаем. Так, пока ЧПУ вырезает второй фасад, я приступлю к изготовлению ножек. Ножки будут из бука, так что в первую очередь его нужно нарезать и отформатировать. В одном из предыдущих роликов про тумбу я делал вот такие ножки. У меня остались четыре таких же лишних, так что здесь их и используем, только сделаем их чуть меньше. Распиливать бук не самое приятное занятие, потому как в месте пропила он так и норовит сомкнуться. Здесь даже расклинивающего ножа недостаточно. Так что либо распиливаем в несколько заходов, либо в процессе пиления используем клинышек, чтобы не давать распилу сомкнуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором фасаде, который наличник, я поставил шаг на 15%, и по итогу шлифовка внутри была чисто символическая. Выдвижной ящик я сделал также из соснового щита и окрашенного ДВП. Собирал на клей и пробивал пневмопистолетом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наличник сверху я закрепил. Я закрепил на косой шуруп. Давно этой приспособой не пользовался, наверное, потому что она уже достаточно истерлась. Кстати, напишите, пользуетесь ли вы такой же приспособой на косой шуруп, и если да, то какой фирмой? Может, даже ссылочку пришлете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фасады для большого отделения я также сделали. Сделано чипу, благо длина позволяет. Вот такой фрезой выбрал середину на глубину 5 мм. Перекладину для вешалок также сделал из бука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашлифовал ножки и вешалку 240-ым зерном, и в этот раз покрыл их маслом для мебели от фирмы Живица. Так утверждает производитель, продукт абсолютно экологичен. Это, в принципе, и подтверждается составом продукта. В нем находятся только вещества натурального происхождения. Кстати, я вот не знал, оказывается, Живица – это сосновая смола. Пишите в комментариях, если узнали это только сейчас. Наносится масло кистью с натуральным ворсом или, как в моем случае, ветошью. И опять же, так как масло натуральное, его можно наносить голыми руками. Смывается оно обычным мылом. Даем маслу впитаться в течение 20-30 минут, а после удаляем с поверхности излишки ветошью из хлопчатобумажной ткани и даем маслу просохнуть на срок не менее суток. Осталось прикрузить петли. Они у меня от фирмы Bayard, и, в принципе, у них на сайте есть подробные размеры для установки петель. Но я все-таки сделал шаблон для 35-миллиметрового сверла, так как в сосновом щите оно сильно скачет. КОНЕЦ Остался один момент. У фасадов нет ограничителя, и они закрываются глубже, чем надо. Я на ЧПУ из того же бука вырезал вот такую таблетку, и она будет служить в качестве ограничителя. Ручки заказчица будет ставить сама. Я же вырезал временную на нижний ящик. Сам шкаф я ничем не красил, потому как за покраску или раскраску шкафа будет отвечать заказчица со своими детьми. И каким шкаф получится в итоге, я публикую у себя в сообществе. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok